Привет, друзья! В Сербии заявили, что Белград не пойдет против Москвы. «Сербия не будет действовать против Москвы, которая ее поддерживает», заявил министр иностранных дел республики Никола Силакович. Цитата. «Сербия с первого дня украинского кризиса заняла ясную позицию и осудила действия России в отношении Украины, заявила, что крепко придерживается соблюдения основного принципа международного права и отношений, а именно соблюдения территориальной целостности и суверенитета всех международно признанных стран-членов ООН», сказал он. Цитата. «Но не надо ожидать, что Сербия будет действовать против того, кто уважает ее территориальную целостность, кто в системе ООН защищает ее от нападок на эту территориальную целостность и суверенитет», заключил глава сербского МИД. Я, честно говоря, искренне не понимаю, что все удивляются. Вот этим событиям. Ну, слушайте, вы еще в 2014 году, 8 лет назад, Порошенко провозгласил, «Вы будете сидеть в бомбоубежищах, ваши дети будут спасаться, вы там не будете получать помощь от государства». Что, с этого момента что-то поменялось? Ну, если кто-то там испытывал иллюзии по поводу того, что пришел Зеленский и все поменяется, ну, тогда это, наверное, вопрос к лечащим врачам-психиатрам, к людей. Почему они до сих пор не сознают, что поменялось? Это первое. Второе. Сегодня же было заявление Подоляк, но оно же гениальное по смыслу. Зачем, типа, НАТО иметь полигоны, где испытывать оружие? Давайте нам, давайте вот на Донбассе будем его испытывать. Ну, он же откровенно об этом говорит. Здесь нет уже какой-то тайны, да, это не по дипломатическим каналам разошлали, а это вполне себе откровенное заявление. Для них еще раз говорю, люди на Донбассе – это несущественно. Нынешний министр обороны Украины, Пан Резников, в 2019 году назвал их «Раковый урок», которую надо удалить. Украину интересует только территория. Люди не важны. Конечно, они будут обстреливать. Чем хуже будет для них ситуация в рамках специальной операции Российской Федерации, тем больше будет совершаться обстрелов гражданских. Им вообще абсолютно плевать на какую-то вот эту мерность Женевская конвенция о ведениях войны. Они на нее плевали в 2014 году. Почему кто-то считает, что в 2022-м они будут себя вести иначе? Ну, это преступная власть, преступное государство. Угил, если угодно. Потому что если постоянно обстреливают безоружных, если их постоянно убивают, это о чем свидетельство? О том, что власть преступна. Надо перестать этому удивляться. Важно другое. Когда мы накроем, например, центры принятия решений в ответ за это, за все. Я просто хочу вот лишний раз обозначить суть явления. Там гибнут русские люди. Русские. Да даже если бы не русские, все равно гибнут мирные люди ежедневно. Сколько эта война уже унесла жизни с 2014 года, развязанная Киевом против Донбасса? Игра этому нет. Это сейчас Донбасс в пиаре. А что есть, извините, гарантия, что затра они также Херсон не будут обстреливать? Или Запорожье, или Мариуполь, или любой другой город. Они будут этим заниматься до тех пор, пока у них есть вот это вот политическое решение. Еще раз говорю, жизни мирных людей никого в Киеве не волнует. Вам же Арестович сказал, Херсон это наша земля, мы ее хотим обстреливаем, не хотим, не обстреливаем. Но они же обстреливают не какое-то вот поле, да, бескрайнее, где ничего не растет, кроме чертополоха. Они же расстреливают, извините, кварталы городские. Вы же понимаете, надеюсь все, что это не обстрел военного объекта или военной инфраструктуры. Если просто кучно разбрасывается все подряд, нужна аж паника и нужно много-много жертв. Это вот такая откровенная политика нынешних украинских властей, которая, повторяю, поощряется Западом. Когда ты последний раз слышал заявление правозащитников по поводу жертв среди мирного населения в результате вот такой варварской акции. Я говорю про тех, кто является вот таким нравственным европейским камертоном. Кто за это премии получает лучший там правозащитник года или там самый совестливый человек. Где хоть, пусть даже не заявление, хотя бы там одно предложение по поводу вот этого ежедневного варварского обстрела. Ничего нет. Ноль. Это просто лишняя иллюстрация к тому факту, что не являются для них важной, значимой составной частью всей этой ситуации русские люди на Донбассе. Вот с этим надо уже, я не знаю, как-то смириться что ли и перестать чего-то ждать. Потому что я каждый день вот слушаю в силу там своей работы мнение о том, что ну вот-вот кто-то там обратит внимание, кто-то там одумается. Да перестаньте. Ну 8 лет этого не было. 8 лет. Это не происходит. На очереди будут остальные регионы, которые будут возвращаться в родную гавань, выражаясь языком 2014 года. Они будут на очереди, будет делаться ровно то же самое, пока есть ресурс. Они же постоянно анонсируют получение новых и новых средств введения огня. И понятно, куда он будет направлен. Это знаешь, если угодно, в принципе, в определенном смысле такая акция возмездия. Ах вы посмели уйти, ах вы посмели вспомнить о том, что вы русские, ах вы посмели заговорить о том, что вы хотите стать гражданами России, ну вот вам. А вот это вот в той же абсолютно плоскости, да, история девушки-фельдшера из Луганска, которую они сейчас активнейшим образом все травят. Они выложили в открытый доступ ее данные, потому что она является врачом-волонтером, сказала о том, что мечтает получить гражданство Российской Федерации и так далее, и так далее. Ведь согласись, что в этом прагматического смысла нет никакого. А есть вот то же самое запугивание, как и вот эта расклейка листовок, знаешь, такой вот стилистики Вервольфа, конца Третьего Рейха, да, о том, что будет возмездие за предательство гидности. Но это в чистом виде терроризм. Терроризм, который по идее международное сообщество должно осуждать. Ну, во-первых, нет ничего удивительного, что они используют все возможные каналы дополнительного пиара Азова, потому что теперь про это неонацистское формирование наслышано абсолютно во всем мире. И тем более потенциальный военный трибунал же будет в Донецке, Денис Пушилин же его анонсировал до конца лета. Конечно, надо лишний раз миру рассказать красивую сказочку про добрых-добрых гномиков из Азова. Второе, вот эта вот риторика, что мы не забудем, мы не простим, мы отомстим. Знаешь, сколько раз я читал вот это вот в украинской иммигрантской периодике, литературе, посвященной вот событиям с 45-го года по, наверное, развал советского краюта, что они не забудут, не простят и так далее. Это просто данность, они действительно будут всем этим заниматься. Поэтому наша основополагающая задача на перспективу это сделать так, чтобы не гибли люди в Донецке, в Луганске, в Мариуполе, в Мелитополе, в Запорожье, в Херсоне, в Пердянске, в любом городе. Чтобы они не гибли. А что они там будут писать, это мало имеющий факт. Ну и третий момент, конечно, это вот риторикация вот этой всей мерзости, вот этой всей гнусности, конечно же, в рукопожатнейшей минуте. Ну иначе просто и быть не может. Да, чтобы русский либерал не рукопожался с украинским нацистом, ну это просто невероятно. Уже давным-давно спайка сердец. Ты же помнишь, как Невзоров о них отзывался? Как другие деятели, гонимые, как они говорят, на родине, отзывались про Азов. Это все как бы часть очень большой системы, которая называется идеологическая война. Ну а вы что думаете, что если только война, это когда танки стреляют или пушки? Нет. Война идет в том числе за умы людей. Азов стал важной частью этого всего, а ничейного оружия не бывает. Поэтому телеграм-канал Азова теперь, я так понимаю, что переходит к новым авторам. Вероятнее всего, это та часть Азова, которая квартирует в Киеве. Потому что у нас, кстати, многие ошибочно сообщают о том, что весь полк Азов был эвакуирован в различные СИЗО. ДНР или Ростова. Нет, это только тот Азов, который был в Мариупре. А еще есть такая же абсолютная часть, на которой квартируется в Киеве. А еще дополнительную часть с тем же названием Азов сформировали не так давно в Хариках. Поэтому, друзья мои, вы не думайте о том, что с историей Азова все покончено. К огромному сожалению, нет. Покончено только с той частью, которая была в Мариупре. Да, это была одна из самых боеспособных, устойчивых частей. Но она не единственная. Совсем даже. Потому что я вот помню, когда Азов эвакуировался в плен, многие говорили, ну теперь вот точно Донбасс перестанут обстреливать. То есть у них вот чему-то вот это все ассоциировалось с Азовом. Нет. Нет, друзья. Это разные вещи. И вот то, что происходило вчера, День России, и то, что происходит сегодня, это лишнее тому подтверждение. Поэтому и задача наша не меняет. Уничтожить вот эту вот нацистскую гадину. спасти жизни десятков, сотен тысяч людей. Ненормально, когда в 21 веке люди на протяжении 8 лет сидят в бомбоубитниках. Ненормально. Мягко говоря. Спасибо.